Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с вот таким вот оргстеклом, вернее с его обрезками. Поэкспериментируем, расплавим его в ксилоле, посмотрим, получится ли у нас его расплавить. Так что вам всем приятного просмотра! Поехали! Буду резать при помощи обычных ножниц по металлу, прямо тоненькими такими полосочками. Чем мельче мы его нарежем, тем это будет лучше, быстрее будет процесс. Получается у нас вот такая вот стружка. Возьмем стеклянную емкость, сейчас все соберем и высыпем сюда. Чуть больше четвертинки. Также нарежаю об стекло еще несколько частей. Но уже насыпаю в пластиковый стаканчик. Примерно пропорции сделаю одинаковые. Еще одну часть насыпаю в третий стаканчик. И у нас с вами получилось три тары с пластиком. Здесь примерно в стаканчиках плюс-минус одинаково. И столько же баночки. Первую банку нальем ксилол, так чтобы немножко закрыло сверху. Во второй стаканчик нальем растворитель. И в третий стаканчик наливаем ацетон. Баночку закрываем крышкой. В стаканчике нечем закрыть, но я буду использовать малярный скользь. Сейчас мы вот так вот заклеим плотненько. И заодно подпишем. Сразу подписываем, чтобы не забыть. 646. Третья баночка у нас ацетон. Все, оставляем и теперь на сутки. Друзья, прошло у нас 7 часов. Мне было интересно посмотреть, что же у нас случилось. Как видим, здесь уже у нас растворители стало мягкое внутри. Видите, да? То есть, уже пластик расплавился. И в ацетоне аналогично. Ксилоли еще, как видите, присутствуют. Прямо фрагменты. Друзья, прошло вот ровно 24 часа. Нужно посмотреть, что у нас получилось. Как видим, ксилоли. Пластик еще. Он уже не шевелится, но он... Откроем, посмотрим. Ну, он вообще практически не растворился. Растворитель. У нас тут уже однородная масса. Немножко жидкости сверху осталось. Излишки. Сейчас мы откроем быстренько. Посмотрим его содержимое. Тягучая такая масса. Пластик прям распавился полностью. Я вам хочу сказать, такая очень густая. Вот сетон тоже видно, такая же однородная масса. Тоже пластик полностью растаял. Тоже такая же масса. Однородная. Густоватая. Ну, немножко мягче, чем в растворителе. В растворителе прям вообще густая. Сейчас давайте попробуем с вами склеить МДФ. Посмотрим, как все этот жидкий пластик поведет. Как раз оставим на сутки. Сразу подпишем, что это 646-й растворитель, чтобы не забыть. Аналогично склеиваем ацетоном. Ну, наносится, я хочу сказать, очень хорошо. Мягенький, липкий, жидкий пластик. Также хотел склеить фанеру, как себя поведет на таком покрытии. Видите, наносится очень хорошо. Ну, посмотрим, как он себя поведет, как клей. Тоже подпишем 646. Прижимать ничего не буду, просто попробую, как есть. Также наш ацетон. Он, видите, тянется. И на воздухе начинает сохнуть. Я думаю, тут не надо 24 часа ждать. Уже, чтобы точно приклеилось, оставим на 24 часа. Так как даже все клеи, прочность набирают 24 часа. Также наш клей также будем выдерживать 24 часа. Просто покроем ржавую железяку. И также попробуем ацетон. Наносится все он хорошо. Ацетон, правда, немножко получше. Он немножко эластичнее. Но сохнет быстрее. Вот так. И оставим. Также попробую склеить в пластик. Первый у нас будет растворитель наш. Орк стекло, клей орк стеклом называется. На этом не подпишу, но я положу вот так вот, на 646, чтобы нам не забыть. Ну и, естественно, также ацетон. Ацетон немножко гуще, но он как-то мне больше нравится. Я прям так, как есть. Вот так вот. И оставим на ацетоне. Пускай теперь сохнет, завтра посмотрим. Уже получается, что здесь на 44 часа прошло, да, с момента того, как залить в силоле пластик. Так, вон, короче, ничего с ним и не произошло, как он и был. Так, никакого даже намека на то, чтобы он растаял, расплавился, нет. То есть к силолу к этому делу не подходит. Ну, как в моем случае. Так же я дальше оставил запакованный в растворителе. Он уже мягенький. То есть 24 часа ему немножко в растворителе маловато. И вот стонет аналогично. Так же 24 часа, видимо, маловато. Теперь он тягучий. Как видите, прям уже в разы лучше, нежели что было. И никакого осадка нет. То есть, да, вот все мягенькое. Ну, давайте попробуем, что же у нас получилось склеить МДФ. Слушайте, как клей... Ну, что-то говорить, это же высох все-таки стал пластик. То есть МДФ вообще он клеит намертво. Ну, давайте попробуем. А, нет. Ребят, клей прям отличный. То есть я вообще не могу. Даже при помощи ножа все оно отковыривается с другим куском МДФ. То есть по шву не расходится. Так, с МДФ, как видите, все отлично. Смотрим фанеру, стамеску. Попробую. Да хрен. Да, слушайте, ну, клей действительно очень хороший. Давайте молоточком постучим, попробую. Молоточек, но вырвал всю древесину. То есть по волокнам разошлось. Супер. Смотрим теперь, сварителем был склеен пластик. Ну, пластиком стал пластик, да? Наверное. А, нифига, вообще не отломывается. То есть, как клей, ребята, супер. Да вообще никак не возьмешь. Ох, ну, вот это, конечно, это уже вещь. Теперь смотрим, что у нас на основе ацетона. МДФ также был склеенный. Ну, тоже ломается сам МДФ. Это хрен. То есть с ацетоном та же история, тоже все отлично, как видите. Так, что же у нас фанерка? Так же сейчас при помощи дамески пошло, попробуем ее разбить. Но она с волокнами отрывается. То есть, ну, не сам клей, а волокна отрываются именно. То есть зашибись. Ну, и пластик, смотрите, есть вот непроклеенное место. Сейчас мы здесь попробуем подцепить и посмотрим, как. То есть, вот она, да, видите? Ну, я, нифига. Клей намертво. Склеивает прям намертво. Как клей, прям супер. Что на растворителе, что на ацетоне. Вот покрывал металл. Видите, какой он блестит? Ну, в ацетоне ведь более белый. Давайте попробуем, как он. Ну, на металле, видите, на грязном металле. Может быть, нужно было... Ну, как защитный, то есть там несколько, да, тут ковыряю. Отковыривать надо. А что же ацетон у нас? Вот. Ну, ацетон такая же процедура. Как покрытие, конечно, тоже можно использовать. Ну, что вы хотите, краску можно так же оторвать, покорябать. Получилась вещь. Ну, еще он был такой более густой. Сейчас я покажу, какой он в данной консистенции уже получился. Когда он отстоял чуть больше суток, полутора суток, да, получается. Он у нас по вязкости уже, смотрите, какой прям. Прям шикарный. Я его заклею, оставлю. То есть наноситься он уже будет совершенно по-другому. Видите, как прям уже... Я думаю, это покрытие будет крепче, чем предыдущее. То есть это я наношу палочкой, да, видно. Ну, и ацетон смотрим так же, сколько спустя полутора суток, что с ацетоном стало. Ну, просто я вижу, что сам характерный, да, что он уже тоже тягучий стал. Со субстанцией совершенно другая. То есть 24 часа для пластика, для растворения оргстекла маловато все-таки было. А вот чуть больше, ну и так же хорошо наносится, как видите, на металл. Пластиковый лак. Друзья, ну а вам я хочу сказать огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Также не забудьте поставить лайк этому видео, если понравилось. Написать комментарий, жду от вас обратной связи. Я ни в коем случае никого не учу. Я просто показал собственный опыт, как это происходит с оргстеклом. Было очень интересно, что же будет по итогу. Эксперимент мой практически удался, за исключением ксилола, да, ксилоли. Плохо себе показал, пластик не плавится. Как видели, PET-пластик нас не расплавляется в ацетоне. То есть его бесполезно будет даже резать, там плавить. А вот стекло и весь хрупкий пластик, который плавится. Вот, еще раз вам огромное спасибо. Надеюсь, был ролик полезен, интересен. Самое главное вам крепкого-крепкого здоровья, всего самого хорошего. Ну и до новых встреч. Пока-пока.